Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Скончался Макартыч Казанчан. Официальная газета Западной Армении Родина. Энергетика является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики Арцаха. Катар выделил 2 миллиона долларов на поддержку белых касок. Сирия. Правительственные войска обустраивают посты и проводят учения близ Мамбиджа. 8 человек задержаны в Тибернакерте за незаконные раскопки, 4 из них полицейские. Карикос. Город-крепость. Рано утром 3 февраля в Ереване в возрасте 65 лет после долгой болезни скончался видный деятель осалы Майк Казанчан. Один из тех, кто действовал тихо и тайно, непоколебимо и бескорыстно. В конце 70-х и в начале 80-х годов XX века был непосредственным спутником и напарником войны осала Пьера Кюлюмана. Он всегда оставался неизменным в своих принципах и убеждениях с идеей освобождения оккупированных армянских земель. Пусть земля будет пухом тебе, честный друг, преданный идее и работе. 3 февраля был опубликован 8 выпуск новой редакции ежемесячной официальной газеты Западной Армении. Официальная газета должна периодически публиковаться каждый месяц на западноармянском языке. Турецкая и английская версии также будут доступны в ближайшем будущем. По словам Бакоса Океана, количество малых гидроэлектростанций увеличилось на 5 в 2018 году, достигнув 21, благодаря чему объем электроэнергии вырос примерно на 19% по сравнению с 2017 годом. Он превысил уровень потребления примерно на 5% и обеспечивал не только самообеспеченность, но и экспортные возможности в этой области. 17,2 млн кВт-часов электроэнергии было экспортировано в Армению. В ближайшее время необходимо увеличить объем планируемой выработки электроэнергии, уделив особое внимание вопросам охраны окружающей среды. В то же время будет проведена работа по развитию альтернативной энергетики, активизирующей работу по внедрению солнечных энергетических систем. Тем более, что этот вид производства энергии включен в программы Всеармянского фонда «Айастан», два года подряд, добавил президент. Фонд развития Катара выделил 2 млн долларов на поддержку сирийской неправительственной организации «Белые каски», сообщает РИА Новости. По данным агентства, средства были выделены по указанию эмира Катара Тамима Бен Хамада Аль-Тани. Как отмечается, помощь Катара в частности пойдет на обучение волонтеров на территории Сирии. Стоит отметить, что «Белые каски» хорошо известны своими инсценированными событиями в Сирии, касающимися публикации химического оружия и убийства гражданских лиц. Сирийские правительственные войска обустраивают посты и проводят учения на освобожденных курдами территориях близ Манбиджа в провинции Алеппо. Об этом рассказал полковник сирийской армии Хасан Абдель. По его словам, тренировки правительственных сил около населенного пункта возобновились после того, как контроль над территорией по просьбе местных жителей перешел к Дамаску от курдских отрядов самообороны в конце декабря 2018 года. Как пишет РИА Новости, при этом курды, контролировавшие местность, добровольно покинули район и направились к востоку реки Ефрат. Ранее сообщалось, что сирийская армия закрепилась вдоль западной границы района Манбидж. Государственные флаги Сирии подняты во всех населенных пунктах, которые расположены на линии соприкосновения с вооруженными протурецкими формированиями щит Ефрата. Выяснилось, что полиция на место раскопок привезла бронированный автомобиль, чтобы показать, что раскопки якобы были законными. Об этом пишет akung.net, приводя слова газеты Хуриет. На прошлой неделе Департамент контрбанды и Организованной преступностью Управления безопасности Диарбекира был уведомлен о проведении незаконных раскопок. В результате расследования были задержаны 8 человек, среди них директор государственной безопасности Сильвана Омер Остюрк и ряд других служащих полиции. Группа из 8 человек едва вырыла яму глубиной в 1 метр, когда полицейские, следовавшие за ними, задержали их на месте преступления. Подозреваемые были отправлены в Министерство юстиции после допроса в отделе контрбанды и Организованной преступности Управления безопасности Диарбекира. Подозреваемые дали ложные показания о том, что якобы искали золотые и серебряные монеты, похороненные членами курдских отрядов. Однако расследование показало, что их целью было найти сокровища, оставленные армянами. Все члены группы из 8 человек были задержаны и заключены в тюрьму. Многие годы местные жители ведут поиски сокровищ, оставленных армянами, коренными жителями Западной Армении. И на пути этого поиска регулярно оскверняют армянские святыни и могилы. Точно неизвестно, когда было основано первое поселение, но историки считают, что 3-2 век до н.э. Город в разное время находился под контролем римлян, византийцев и сменивших их в XI веке армян. Был центром пиратства во II веке до н.э. Во время правления Тороса II вошел в состав Киликии. В 1206 год Ливон II окончил реконструкции Корикоса, и та, наряду с Аясом, стала процветающим торговым городом. После смерти Ливона II правитель Корикоса Ваграм пытался захватить власть. Но опекун королевы Хитум помешал ему, и Ваграм был казнен, и Корикос отдал своему брату Ошину. До 1300-х годов Корикос был в расцвете. С 1320-х годов Корикос регулярно подвергался нападениям египетских мамлюков. До XVII века Корикос оставался армянским епископским центром. Однако под влиянием турецких преследований и насилия армяне Корикоса оставили свои дома и перебрались главным образом в европейские страны. Корикос стал необитаемым. У города было два укрепления на земле и в море, которые были привязаны друг к другу узкой песчаной дюной. Крепость имела четыре больших водохранилища, колодцы и церковь с массивными колоннами. Среди выдающихся людей в городе жил и работал знатный историк средних веков Хитум. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Люсняк Гишель» в исполнении ансамбля «Нейриан». Песня «Люсняк Гишель» в исполнении ансамбля «Нейриан» в исполнении ансамбля «Нейриан». Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.